МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последнее воскресенье ноября в России отмечался День матери. В честь этого доброго праздника волонтеры молодежного центра Розаевского района дали старт акции по развозу сладкой продукции малообеспеченным многодетным семьям. В рамках проекта «Сладкая радость», который реализуется при поддержке конкурса социальных и благотворительных проектов ОМК «Партнерство», волонтеры ресурсного центра добровольчества Розаевки, до середины декабря посетят 150 семей и выручат сладкие подарки, собранные неравнодушными жителями нашего города. Акция стартовала в последнее воскресенье ноября, когда в нашей стране отмечается День матери. Я хочу поздравить всех мам с этим светлым праздником и пожелать им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и чтобы их детки их радовали. Ресурсный центр добровольчества города Розаевка также будет продолжать делать проекты для малообеспеченных и многодетных семей. Первой, кого посетили волонтеры в этот немного хмурый день оказалась семья Тихоновых. Большая и дружная семья уже в процессе подготовки к Новому году. В большой и комфортной прихожей стоит наряженная красавица-елка. Сладкие подарки здесь пришлись как нельзя кстати. В семье четыре мальчика и две девочки. Старшему Святославу 12, а младшему Гордею всего год. Три увесистых пакета сладостей наверняка прибавят настроение всем членам этой замечательной семьи. Огромное спасибо за то, что дарили детям радость. Они очень счастливы. Я также с праздником поздравляю всех мам, обязательно всех женщин. В этот день волонтеры доставили сладкие подарки девятим многодетным семьям в разных концах города. Эта добрая акция будет длиться еще две недели. И хочется отметить, что без внимания не останутся и воспитанники детского реабилитационного центра «Солнышко». Я очень рада, что есть такая возможность помочь деткам и их семьям вниманием, сладостями. Таким образом, мы порадовали не только детишек, но и их мам. Я восхищена, что в нашем городе есть неравнодушные люди, которые помогли нам в сборе сладостей. Также к нашей акции подключились автоволонтеры, которые на своем личном автомобиле помогли с волонтерами молодежного центра в перевозке сладостей. «Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. С каждым годом все больше молодых людей стремятся принять в нем участие. Это желание не обошло и двух старшеклассниц из Рузаевки. Они представили свои проекты и поборолись за место в полуфинале. Ученицы 11 класса гимназии номер один Елена Осака и Алина Бекбаева второй год участвует во всероссийском конкурсе «Большая перемена». В этом году, как и в прошлом, одна из них стала полуфиналисткой престижных состязаний. Это конкурс новый, интересный. Он позволяет показать не только знания школьной программы, но также и расширить свои какие-то познания, и показать свое творчество, свое нестандартное мышление. И узнав в 2019-2020 году, что такой новый конкурс выдвинут, они решили поучаствовать. Алина Бекбаева прошла в полуфинал конкурса «Большая перемена» в 2020 году. Он проходил в Нижнем Новгороде. По словам выпускницы, попасть туда было достаточно сложно. Для этого нужно было много работать и многое знать. Девушка выбрала направление «Здоровый образ жизни». На суд жюри она представила проект по здоровому питанию и диетологии. В этом году она также пробовала свои силы в всероссийском конкурсе. Я прошла в четверть финал «Большой перемены», однако мне не совсем хватило баллов, чтобы пройти в полуфинал в этом году. В этом году была немного другая часть. Я выбрала другое направление, которое называлось «Предпринимай». Мой кейс назывался «Промоушн-кей». Я находила ключи к образованию в сложившейся эпидемической ситуации. То есть нужно было разработать какую-то обучающую программу, которая должна была учитывать все интересы обучающихся. В этом году в полуфинал престижного конкурса прошла 11-классница Елена Осака. Она побывала в Казани и приехала оттуда с большими впечатлениями. В этом году я брала направление «Познавай Россию», кейс «Лучшее путешествие», в рамках которого создавала путеводитель по Камчатке и Чукотке. С этим проектом я набрала достаточное количество баллов для того, чтобы пройти на полуфинал. В своем путеводителе я рассказывала о главных достопримечательностях обоих округов. Помимо этого я делилась с полезной и нужной информацией, которая поможет и начинающим путешественникам, а также тем, которые уже достаточно давно увлекаются этим. В этом году тема полуфинала «Большой перемены» звучала как дом, в котором нам предстоит жить. Поэтому все кейсы были на тему экологии. Участникам команд нужно было решать экологические проблемы. Стоит отметить, что девушка пробовала свои силы и на других конкурсных площадках. Также в этом году я участвовала в конкурсе «Одаренные дети», в котором завоевала гран-при. Мое направление было операторское и режиссерское искусство. Я в нем рассказывала о людях, которыми гордится Мордовия. Елена Осака в дальнейшем хочет связать свою жизнь с кинематографом. Она любит снимать и монтировать видео, придумывать сценарии. Алина Бигбаева мечтает стать врачом, поэтому планирует поступить в медицинский институт. В Темникове побывал тренер команды чемпионов мира по пляжному футболу Михаил Лихачев. Он подарил району мяч с подписью всех игроков. Визит стал толчком к развитию этого вида спорта в районе. Что памятного связано с этим мячом у вас лично, если он тут лежит, занимает такое почетное место? Рассказывая об этом мяча, хочется сказать, что в прошлом году, в августе месяце, к нам приехал тренер Михаил Лихачев, тренер футбольной команды по пляжному футболу, главный тренер. Ну и подарил с подписью всех игроков сборной российской. Тогда мы в августе месяце провели здесь соревнования между районами по пляжному футболу. И в этом году они стали чемпионами мира по пляжному футболу. Команда? Команда России стала чемпионом мира. Которую он тренирует? Да, которую он тренирует. Когда мы планировали развивать и развивали пляжный футбол, конечно же, нам нужны были гости из Москвы, которые бы привлекли внимание именно к Темникову, именно к нашему пляжу. И вот мы пригласили его в Темников. Он приехал в Мордовию, потом посетил как раз наше соревнование, финальное соревнование по пляжному футболу. Ну и, как следствие, подарок и памятный знак такой. Ну а Темникову надо развивать это направление. Причем у нас есть прекрасный пляж. Там может быть несколько полей по пляжному футболу размещаться. Там будет благоустроена набережная с вариантом, таким видом на поля пляжного футбола. В Большеберезняковском районе вспомнили подвиг дружеников тыла. Здесь, рядом с селом Николаевка, 80 лет назад проходило строительство сурского рубежа. Поисковые и патриотические движения организовали в этом месте масштабную реконструкцию. О том, что 80 лет назад в Большеберезняковском районе возводили рубеж обороны, участники строительства рассказывали своим детям и внукам, а сейчас о нем напоминают военно-исторические реконструкции. А между тем, в октябре 41-го на строительство сурского рубежа были отправлены более 60 тысяч человек из 20 районов республики. Мама, будучи беременна, также копала. И вот, пришел ноябрь месяц, конец ноября, она все там еще работала. Потом бригадир ей подходит и говорит, Раиса, иди домой, тебе же скоро рожать. И 12 декабря она родила дочь Таису. От отца не было 5 лет вестей. Потом приехала. Родили и нас еще после этого четверых. Мы жили счастливо. Это была оборонительная линия с окопами, противотанковыми рвами, землянками и огневыми точками. Сурский рубеж начинался в Пензенской области и проходил по 7 регионам. По территории Мордовии он протянулся на 80 километров. На работу отводились считанные месяцы. Норма выработки 3 куба земли с человека за смену. Участникам она давалась непросто. Ров 3 метра глубиной и 7 метров шириной копали днем и ночью в суровые морозы. Порой температура опускалась до минус 45. Мы сначала изучали, что это за сурский рубеж. Для чего он был построен здесь. Моя мама жила в Большеберезняковском районе села Шугурово. Она тоже участвовала на трудовом фронте, как тогда говорили. Изучив вот этот сурский рубеж, ребятишки сказали, надо же у нас в Мордовии вот эта линия обороны проходила. Ну вот, приехали сюда. Сюда также приехали поисковики, участники патриотических отрядов из Дубенского, Ромодановского, Рузаевского и других районов республики. Десятки человек вооружились кирками и лопатами и копали рвы и окопы. Они заранее позаботились о том, чтобы форма и инвентарь соответствовали годам Великой Отечественной войны. На мне представлена лейтенантская форма, лейтенантская шинель 1941 года. 39-41 года. Все находилось трудным путем. У бабушек, у дедушек, которым было не жалко. Все. Для хорошего дела. Я приехал со своими двумя одноклассницами и со своими друзьями. Мы готовились к реконструкции один месяц. Привезли мы с собой большую часть стыковой лопаты и нам сказали рыть траншеи. Строительство сурского рубежа началось, когда немецкие войска уже стояли под Москвой. Он должен был не подпустить врага Куйбышеву, ныне Самаре. Строительство завершилось в январе 1942 года. В итоге рубеж так и не стал местом боев. Подобные реконструкции в Большеберзенковском районе проводятся с 2016 года. На этот раз ее организовали с помощью гранта. Мы совместно с военно-историческим обществом выиграли небольшой проект на проведение военно-исторической реконструкции сурский рубеж. Мы начали этой работой заниматься буквально месяц назад. Вот именно на этом месте. То есть ребята, патриоты приезжали сюда, выходные дни работали, готовились к этому мероприятию. То есть копали, восстанавливали. Делали так, чтобы преподнести это зрителям, чтобы зритель понял, что именно на этом месте будет в будущем. А в будущем рядом с селом Николаевка Большеберзенковского района откроют музей под открытым небом. Сейчас шаг за шагом ведется работа по его созданию. Здесь планируют проводить фестивали, военно-исторические реконструкции, уроки мужества. Сюда будут приглашать школьников и туристов. Каждый желающий сможет посетить этот музей и почтить память тружеников тыла. А сейчас наша постоянная рубрика. Обзор пабликов и социальных сетей районов Мордовии. Расскажем о самых значимых событиях, которые произошли там за неделю. 28 ноября вся страна говорила спасибо самым дорогим и любимым женщинам, мамам. В День матери поздравления звучали и в Мордовии. Всю предпраздничную неделю в соцсетях проходил флешмоб «Мы с мамой – лучшие друзья». Участники из разных районов республики делились фото со своими мамами, благодарили их за нелегкий труд, говорили слова любви. Без сомнения, самые трогательные поздравления получились у малышей. Воспитанники Ильниковского детского сада «Теремок» подготовили для мам целое представление. Дети вместе с воспитателями разучивали стихи и песни о маме, изготавливали подарки, пели песни и танцевали. Но это лишь малая часть того, что подготовили жители районов для своих мам. В Темниковском районе участники художественной самодеятельности сельского клуба «Урея» подарили им музыкальные подарки. Звездные отшумели, годы пролетели, только на память сердца до сих пор жива. Поздравили мамы в Ансарском районе. Здесь в честь праздника в Доме культуры прошел видеоконцерт «За все тебя благодарю». Песни, танцы и теплые слова благодарности даже в формате онлайн смогли передать душевную атмосферу праздника. По ступеням трудного пути, дай мне сил подняться и пройти, подари надежду и любовь. За ошибки, слабости, за боль, и за прошлые простите изволь, новых испытаний уготовь. От праздника перейдем к благоустройству. В Темникове завершился один из этапов строительства мечети. На днях установили купол. Строительство ведется уже десятый год. Мечеть должна стать символом присутствия татарского народа на этой древней земле. Планируется, что это будет целый комплекс с медресе и музеем темниковских татар. После завершения строительных работ здание безопасно встретит зиму и раннюю весну. А теперь к новостям культуры. В республике продолжается фестиваль «Шумбрат Мордовия». Фестивальную эстафету приняли артисты и мастера Старошайговского района. Большую концертную программу они впервые показали в просторном зале нового муниципального центра культуры. Поэтому готовились еще основательнее. Номера вышли яркими, а изюминкой стала демонстрация Макшанской свадьбы. Своё мастерство продемонстрировал и Краснослободский район. На фестивале артисты представили оригинальные номера, в которых игра на ложках, а также музыкально-этническая композиция с элементами мордовских обрядов. Свою лепту внесли и народные умельцы. Они продемонстрировали картины, мордовские наряды и самодельные игрушки. Зрелищным получился «Шумбрат» и в Ковылкинском районе. Здесь народное творчество органично переплелось современными технологиями. Итогом стал перформанс «Шумбарста», в котором вместе с артистами выступили ожившие скульптуры и картины. «Шумбрат» В Розаевском районе Центре культуры имени Ухтомского с концертной программой выступил известный аккордеонист Александр Паилуев. Розаевцам посчастливилось стать зрителями уникального концерта, в котором классика органично сочеталась с легкими сочинениями современных композиторов и саундтреками из знаменитых кинофильмов. В Ковылкинском районе прошел всероссийский исторический кроссворд. Акция была посвящена Году науки и технологий и содержала вопросы о средствах связи. Чтобы детям было интереснее отвечать на вопросы, был добавлен элемент игры. Чем больше баллы, тем выше чин, который получает школьник. Самый высокий статус заработали две ученицы. Они доросли до чина статского советника и коллежского асессора. В Ковылкино большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Там состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Араповские чтения». Она посвящена вопросам исторического наследия и национального достояния Республики Мордовия и Ковылкинского района. Студенты ответственно подошли к делу. Принимали активное участие в поиске материалов, подготовке выступлений, задавали докладчикам различные вопросы. В мире спорта тоже много достижений. В Рузаевку из Ирана с очередной победой вернулся Сергей Емелин. Он стал чемпионом мира по борьбе среди военнослужащих. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио на чемпионате провел три схватки в категории до 60 килограмм. И все выиграл с явным преимуществом. Дзюдоисты из Ковылкинского района привезли медали и грамоты с первенства физкультурно-спортивного клуба «Кристалл». Он прошел в городе Сасово. В соревнованиях приняли участие более 50 борцов из разных уголков страны. Спортсмены из Мордовии показали хорошие результаты и привезли две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. В копилке побед детской хоккейной команды «Инсара» тоже пополнение на «Инсарской ледовой арене» в рамках первенства Мордовии прошел матч. Ребята обыграли хоккейный клуб «Зубовые поляны» с разгромным счетом 17-0. А теперь интересные информации из жизни районов Мордовии, освещенная в районной прессе. Газета «Время и жизнь» Зубово-Полянского района подготовила статью о нелегком труде фермеров. Времена меняются, а сельское хозяйство все так же остается актуальным. Но за этим трудным делом всегда стоит человек. В Зубово-Полянском районе таким человеком оказался Виктор Степанович Бугров. Более 40 лет мужчина трудится в сельской отрасли. Благодаря его хозяйственной жилке удается держать на плаву производство. Добросовестный труд Виктора Степановича не остался незамеченным. В этом году его наградили знаком отличия за самоотверженный труд от Министерства сельского хозяйства Мордовии. Хорошие новости есть и в Тенгушевском районе. Газета «Примакшане» предлагает к прочтению материал о юных лесоводах. Здесь действует зеленый патруль – школьное лесничество. Дети помогают взрослым сажать деревья и ухаживать за ними. Так они углубляют свои знания в биологии и экологии, а также учатся экологическому мышлению. Работа лесничества осуществляется весь учебный год. Взрослые лесничие уверены – все это воспитывает в детях ответственность и бережное отношение к природе. О неравнодушных детях рассказывает и газета «Оттяшевского района вперед». Ее героями стали поисковики из отряда «Отечество». География их деятельности – вся Россия. Так в Новгородской области ребята поучаствовали в окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Никто не забыт. Также отряд побывал в Краснодарском крае на всероссийском слете школьных поисковых отрядов. А потом заехал и в Московскую область на всероссийский слет актива детских и молодежных поисковых отрядов «Живем в поиске». Здесь они обсудили актуальные вопросы развития поискового движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова